Биохимический метод генетики. Биохимический метод. В чём суть и зачем используется? Биохимический метод. Исследование химического состава веществ тела. Вот в чём состоит суть этого метода. А вот второе, макромолекулы организма, даже так можно сказать исследование. А второе, этот метод позволяет... Позволяет определить мутации или изменения в точечных определенных методах? Позволяет определить изменения в определенных макромолекулах. Ну вот, например, гемоглобин, он претерпел изменения вот у этих людей, у кого была серповидно-клеточная анемия. Там всего лишь одна аминокислота была заменена. И это за одну аминокислоту? Да. Но вот это всего лишь... Это ген, который кодировал... Это мутантный ген, который появился, и он кодирует новую аминокислоту. Да, я об этом и веду. То есть, если у нас новая аминокислота или новые белки, значит, новый участок генка. Да, значит, новый ген какой-то, да. Прошла геномутация. Кстати, тут точно генная. Это же... Точечная мутация, да. Генная или точечная мутация. Вот причина себе повинок лечит на анемии. У нас там еще, кстати, знаете, есть такая фенилкетонурия. Тоже генная мутация. Да, по-моему, какая-то аминокислота в избытке не может выражаться в другую. Да. Фенилаланин в избытке не превращается в тирозин. Оказывается, фенилаланин очень вреден. Он поражает мозг, если он в избытке. И возникает небольшая проблема. Умственная отсталость. Ну, там даже не только. Там очень серьезные проблемы. Там клетки много. Ну, нейроны не очень сильно поражаются. Да. И поэтому до 10 лет при фенилкетонурии нельзя есть какой-то животный белок. Оказывается, в животном белке очень много фенилаланина. А вот после 10 лет почему-то все нормально. Вот такая история. Так вот, вот этот избыток фенилаланина, конечно же, биохимики сразу увидели.